Нужно нам сначала испечь бисквит Желтки, видишь, так аккуратно Отделяем от белков 6 желтков, да Пока не забыла Нужно включить духовку Духовка 180 градусов Пока духовка разогревается Я тебе расскажу, чем так замечательен этот десерт Дело в том, что он делается на основе, можно сказать, творога Но не совсем творога, а рикотты Основная отличительная особенность рикотты от нашего творога Она не кислая, она сладкая Вот если когда-нибудь твоя мама, или ты сама, или бабушка Делала дома творог из такого свернувшегося молока Из простокваши практически Кто-то должна знать, что творог получается сладким Он вообще практически не кислит Так вот, рикотта Это и есть такой творог Но, в принципе, если ты любишь вкус кисломолочных продуктов То тогда можно взять и просто наш творог Но постараться найти такой, который все-таки поменьше кислит На рынке, или там фермерский, который продается Несмотря на то, что Вот эта сыворотка, по идее, должна быть обезжиренная В рикотту часто при приготовлении добавляют сливки Поэтому она не такая уж и диетическая, чтобы ты знала Но это важно знать, если ты будешь ее заменять творогом Что творог лучше брать не совсем обезжиренный А все-таки, чтобы в нем какой-то процент жира присутствовал Стакан сахара и 6 желтков Щепотка соли И 6 белков Вот очень хорошо видно, как светлеют желтки с сахаром И уже практически они приобрели ту консистенцию, которая мне нужна Может быть еще парочку минут Ну вот, можно сказать, благодаря моему плентеру мы работаем четыре руки Посмотри, вот мои белки взбились И желтки тоже Белки очень важно не перебить, не пересушить Поэтому главное вовремя остановиться Потому что результаты, конечно, могут вдохновлять на то, чтобы продолжать и продолжать взбивать Так, ну вот И белки И желтки у меня взбились Как в классическом, обыкновенном бисквите Добавляем Муку Тоже стакан Муку лучше просеять Щепотку соли Прямо к муке Сито И чайную ложку разрыхлителя Можно добавить апельсиновую цедру, апельсиновую эссенцию Ванильный экстракт Можно добавить немножко корицы Какой тебе нравится? Потому что касата вообще, в принципе, десерт такой фруктовый Там очень много вкусов добавляется, всяких засахаренных фруктов, цукатов Поэтому Бисквит тоже может быть вполне каким-нибудь интересным Видишь, какой цвет получается? Да, красивый цвет Очень нежный И очень густая консистенция получается Так Поменять насадку На насадку для теста И на не на очень высокой скорости Дать муке как следует вмешаться Я добавлю Цедру лимона Посмотри, как красиво это на белом белке Так Ну вот Самое время Добавлять сюда белок Вот Должен получиться Такой воздушный Бисквит Все Теперь нужно взять форму Лучше всего взять разъемную форму Смазать ее Сливочным или растительным маслом Так Отправляем Тесто в форму Форма у меня диаметром 25 сантиметров То есть, ну, чем меньше форма Тем больше выше бисквит у тебя, по идее, должен получиться Так Ну вот Отправляю В духовку Минут на 35-40 Он должен подняться, зазолотиться и пропечься Ну, естественно, проверяешь Проверяешь спичкой Теперь приготовим начинку Тоже миска Здесь у меня 350 грамм рикотты Значит, как мы уже с тобой договорились Если ты берешь творог Лучше его протереть для сита Посмотри, рикотта довольно однородный сыр Творожный сыр Свежий сыр Я не знаю, как его еще ласково назвать Поэтому его протирать через сито не обязательно Ну и все Здесь все очень-очень просто Мы сюда просто добавляем как можно больше вкусного Вот у меня все это вкусное И готовленное Я тебе сейчас покажу Видишь? Это, например, сахаренная вишня Вот горсть такой вишни В общем, это чем-то напоминает нашу Пасху, я бы сказала Корсть вишни Это папайя Уже нарезанная кубиками Манго И клубника Клубника у меня, если вот та, которая не очень крупная Можно оставить целиком или порезать пополам Ну и ту, которая покрупнее Измельчить на несколько кусочков Ну вот Сюда же несколько капель ванильного экстракта Когда речь идет об экстракте, а не об эссенции То вот чайная ложка Вполне то, что она не будет горчить Так, как если бы горчилась, то добавляла эссенцию Потому что эссенция, как ты понимаешь, вещь более химическая А экстракт это то, что выбрано из стручков ванили И столовую ложку апельсинового ликера Ликера можно добавить любого Можно добавить и вишневого И какого-нибудь Такого, как тебе нравится Или какая у тебя есть открытая бутылка Даже черносмородиновый ликер Все замечательно подойдет Персиковый, очень хорошо Если нет никакого ликера, можно добавить какой-нибудь фруктовой водки Тоже сработает Ну вот, начинка Практически готова Теперь, что касается сладости Так как это рикотта настоящая Рикотта это сладкий творог То, на мой взгляд, она почти идеальная В рецепте у меня написано Нужно добавить стакан сахарной пудры И честно говоря, я помню, что довольно приторный получился десерт Когда я его пробовала у своих итальянских знакомых Но, на мой взгляд И вот небольшого количества сахарной пудры Скажем так, полстакана Вполне достаточно Идеально Ну и теперь Как у больших Добавим немножко шоколада В касатку не всегда добавляют шоколад Но вот в тот десерт, который я ела в парме Был добавлен шоколад И, по-моему, именно это и придало Тое касать какую-то вот такую невероятную ноту На 350 грамм творога Грамм 60-50 шоколада Больше и не надо Ну вот Видишь, какая получилась начинка Практически нет ни одного такого пустого островка творога Затягиваю пленкой И оставляю минут на 40 Может быть 50 Пока бисквит испечется и остынет Так, это ждет своего часа По-моему, самое время Его вынимать Да, смотри Ух, сейчас мы, правда, его проткнем Чтобы убедиться в том, что он готов Протыкаем зубочисткой Абсолютно сухая Все Теперь он должен остыть Остыть он должен совершенно Прежде чем мы займемся продолжением Приготовление десерта Но если мы снимем форму То остынет он гораздо быстрее О! Мне нравится, когда такой бисквит с корочкой бывает Потому что, когда он пропитывается Корочка тоже становится мягкой Но она еще дает такую Ну вот знаешь, когда горелый хлебушек Или... Я очень люблю корочки Я редко от корочек отказываюсь Вот так выкладываем дно Как ты видишь, я режу не очень тонко Где-то по сантиметру толщиной Все кусочки Несколько капель апельсинового ликера Даже, я думаю, столовой ложки не будет И теперь наша начинка Ну, естественно Оставлять такое добро Жалко Вот так Разложили начинку на бисквит Потом можно присыпать сахарной пудрой Можно залить растопленным шоколадом Там уже На что твоя фантазия? И какие у тебя предпочтения? Я знаю, что есть такие Странные люди Которые не любят корочку Тогда нужно просто бисквит вот так вот разрезать Вдоль, а не поперек, как мы И все будет в порядке Так Затянуть всю эту красоту Пленкой И отправить в холодильник Минимум на 2 часа Если еще лучше это сделать вечером Если ты принимаешь гостей То на завтра это будет еще вкусней Ну, а мы с тобой пока 2 часа потерпим А потом отпробуем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok